Привет YouTube! На выходных я смог вживую познакомиться с новинкой от китайской фирмы Shinrai X-Trail 250. К сожалению, снять обзор не вышло, поэтому вы видите картинку из промо-роликов, но свое ощущение от мотоцикла я все же вам передам. Про двигатель долго говорить не буду. Это всем известный 250-кубовый двигатель Swiper VXR 250 и прочих однотипных мотоциклов. Зарекомендовал он себя хорошо. На форумах можно найти невероятные когда-то для китайской техники пробеги именно на этом двигателе. Так что это плюс, что использовался старый надежный двигатель, пускай и не самый мощный. 18 китайских лошадок, максималка в 120 по китайскому спидометру. Этого, конечно, маловато, как для туриста, но с этим можно жить. Тем более вы должны понимать, что за полторы тысячи долларов чудес не бывает. Подвеска тоже взята из старого доброго VXR. Да, на сайте что-то там писали про более мягкую подвеску, что улучшит езду с пассажиром на этом мотоцикле. Но если честно, я абсолютно не заметил разницы. Так что уверен, что подвеску улучшали только маркетологи, но никак не инженеры. Другими словами, мы с вами имеем старый добрый VXR в другом пластике и обвесе. Так что давайте я вам лучше расскажу об отличиях этого мотоцикла от своего прототипа. Главное отличие, которым гордится как производитель, так и дилер, это посадка. Она должна быть невероятно удобной для низкорослых людей, в то же время хорошо подходить высоким райдерам. Куча изменений, начиная с переноса подножек и заканчивая конструкцией рамы. Снижение высоты по седлу до 830 мм и опускание ниже двигателя для низкого центра тяжести. Перенос траверсы вверх, сидение назад и даже вроде как изменение угла наклона вилки. И все это для того, чтобы мы с вами на этом мотоцикле могли проезжать максимально много, при этом абсолютно не уставая. А дилер на сайте с гордостью перенес мотоцикл с кладки эндуро в укладку турист. Как думаете, получилось у них это или нет? Да, мотоцикл действительно отлично подошел моему низкорослому другу. Он доставал ногами к земле и не чувствовал дискомфорта. Поворчал немного на расположение руля и на жесткость седла. Я тоже поместился на нем и хорошо себя чувствовал. Чуть смутила высота, я бы хотел немного выше сидеть. А так особых нареканий не выявлено. Значит ли это, что китайцы справились со своей задачей? Не совсем. На сайте представлены два вида этого мотоцикла. X-Trail 250 и X-Trail 250 Trophy, которые отличаются злой резиной к трофе и наличием кофров в обычной версии. Уважаемые китайцы, если вы собрались сделать удобный мотоцикл для низких и высоких райдеров, так почему бы вам не сделать версию на 19 и 17 колесах и на 21 и 18 колесе? Это же было бы просто отлично. Для меня, как для относительно высокого пилота, он низковатый и как раз 21 колесо впереди и 18 сзади отлично бы исправило этот недочет. Пусть до них и пришлось бы доплатить, так как вы хотите, чтобы я доплачивал за никому не нужные кофры, которые не быстросъемные и качество их остается загадкой, которую смогут раскрыть только первые владельцы. Иными словами, к жирный минус я отношу детские колеса, которые делают мотоцикл комфортным только для низких людей. Высоким райдерам на нем ездить можно, но желание поставить полноразмерные колеса не будут воспокидать весь срок эксплуатации мотоцикла. Второй недочет китайцев – это зеркала. Попросту их нет. В них не видно ничего от слова совсем, ни мне, ни низкому райдеру. Так что зеркала – это первое, что нужно менять в этом мотоцикле после резины. Еще в недостатке отнесу приборную панель. Нет, она не пестрая, как хвост павлина, что очень любят делать китайцы. Она выглядит так, как будто является эскизом для пестрой и вычурной приборки. Глядя на нее, не покидает ощущение, что она незаконченная, что мы видим промежуточный этап работы дизайнеров, который обязательно должны доделать после обеденного перерыва. Так как мотоцикл не является эндуро, а позиционируется уже как турист, хрупкий и не эндурный пластик, скорее не минус, а норма для этого класса. А вот так называемая защита рук – это просто злая шутка над потребителем. Мало того, что она не защитит ни вас, ни рычаги от минимального урона, так и еще из-за повторителей поворотов на ней, снять эту приблуду будет проблематично. Наверное, это все недостатки, что я успел разглядеть при относительно недолгом знакомстве с новинкой. В заключение хотелось бы подытожить. Новинка является действительно хорошим вариантом для любителей небольших путешествий. Мы имеем давно зарекомендовавший себя двигатель, сносные подвески и комфортную посадку для туризма. Заменить зеркала, резину, правильно обкатать его и можно отправляться в увлекательные путешествия. Единственный существенный недостаток – это детские колеса. Все-таки, как ни старался производитель, у него не получилось подогнать мотоцикл для высоких и низких райдеров одновременно. А на этом у меня все. Кому было интересно и полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр и удачи на дороге.